В завершившемся 13 декабря 2015 года турнире London Chess Classic победителем стал Магнус Карлсон. В девятом туре он переиграл белыми Александра Грещука, догнал лидеров и в тайбрейке выиграл у Максима Вашьелла Грава со счетом 1,5 на пол очка. В партии с Грещуком после конь Ф3, С5, Е4, Д6, слон Б5 шах, конь Д7, рокировка А6, слон Д3, конь Ж на Ф6, ладья Е1, Б5, С4, Ж5, конь бьет на Ж5, конь Е5, слон Е2, БЦ. Возникла позиция из партии Карлсон Топало в Сент-Луис 2015. Там Карлсон сыграл конь А3 и проиграл. Эту партию вы можете посмотреть по ссылке. В этом же поединке на 10-м ходу чемпион мира пошел конь С3. Черные ответили ладья Б8, ладья Ф1, защищаясь от двойного удара, А6, конь Ф3, конь Д3. Грещук, пожертвовав пешку на 7-м ходу, продолжает играть активно. Конь Е1, подталкивая черных к разменам своих активных фигур, конь бьет на Б2, слон бьет на Б2, слон бьет на С4, ладья Б4, ферзь Е2, слон Ж7, конь С2, ладья Б6, ладья А на Б1. Рокировка. Карлсон планирует провести атаку на слабом королевском фланге противника, лишая его контрыгры на ферзевом разменам ладей. Ладья бьет на Б6, ферзь бьет на Б6, конь Е3, Е6, Ф4, атака началась. Король А8, выходя из-под рентгена слона С4, Ф5, А5, А4. Теперь черным абсолютно нечего делать и на поле Б5, и на поле Б4. Ферзь Д8, Х3, ферзь Е7, слон А6, слон бьет на А6, ферзь бьет на А6. В наступлении на королевском фланге белые ограничились позиционным давлением на пункт Е6, что в духе чемпиона мира. Как мы знаем, тактика не его стиль. После того, как черные переключились на королевский фланг, белые решили выиграть пешку А5, что обеспечивает выигрыш партии. Конь А5, ладья Ф3, ладья Ж8, конь Б5. Гречук обострил позицию и белые ошибаются. Защищая поле Д4 от выпада слона черных, конь белых отрезает своего ферзя от защиты королевского фланга. Лучше было ФЕ, ФЕ, конь Е2. Теперь же после 28-го хода белых конь Б5 начинаются тактические осложнения. Слон Е5, защищая пешку Д6 и организуя давление по черным полям. Конь Ж4, перекрывая линию действия ладьи Ж8. Ферзь А4. Черные планомерно ведут атаку. ФЕ, Карлсон ошибается А5. Если бы здесь Гречук сыграл ладья бьет на Ж4, жертвуя качество, АЖ, ферзь бьет на А2 шах, король Ф2, конь Ф4, он бы получил преимущество. Но Александр прошел мимо этой возможности, на 30-м ходу сыграв ФЕ. Конь бьет на Е5, ДЕ, ферзь бьет на Е6. Ферзь белых вступил в игру. Ферзь Е1 шах. Черные отвечают фатальным просмотром в цейтноте. Необходимо было играть ферзь Ж5, угрожая поставить мат, Ж4 и конь Ф4 с достаточной контрыгрой и шансами на ничью. Но на 32-м ходу черные сыграли ферзь Е1 шах. Король Х2, ладья бьет на Ж2. К сожалению, для черных эта жертва ладьи не приводит к вечному шаху. Король бьет на Ж2, ферзь бьет на Д2 шах, король Ж1, ферзь Е1 шах, ладья Ф1, ферзь Е3 шах, ладья Ф2, ферзь Е1 шах, король Ж2. Здесь черные сдались, так как на ферзь бьет на Е4 решает король Х2, а на конь Ф4 шах, ладья бьет на Ф4, ЕФ, ферзь бьет на А6 шах.